Бля, она сейчас зарвется, по-моему. Какой-то киберчайник просто у нас. Polaris, Polaris RZR. Ну, если я правильно произнес, конечно же. Давайте начнем. Выступать будем на тачке Polaris 2015 года RZR XP 1000 APS. Если я правильно, опять-таки, произнес. Как я понимаю, четырех... полноприводная, точнее, четырехприводная, полноприводная, если я не ошибаюсь, американская тачка. И... она, кстати, всего единственная, то есть мы все будем в равных условиях. Так, погнали. Начинаем мы наш первый этап в этом классе, на одинаковых точилках. Я, на самом деле, думал, что мы будем по пересеченной местности гонять, но оказывается, что нет. Вообще не представляю, как сейчас будут вести себе эти машинки, но надеюсь, что мы справимся с управлением. Ой-ой-ой, какие они резвые, а! Блин, смешно. Честно, смешно. Да, по тормозам они хорошо дают. По тормозам они хорошо дают. Надо идти нырять внутрь. Вот так. Где-то на 180 струль чувствительность градусов здесь, мне так кажется. Воу-у-у! Давай-давай-давай! Ловим-ловим-ловим! Блин, такие череп... Оу-у-у! Блин, нормальный ее так носит. Видимо, надо... Короче, здесь как-то надо очень аккуратно с газом быть. Я, в принципе, понял эти машинки, что из себя представляют, походу. Типа они такие... Очень неустойчивые, и надо уметь обращаться с педалью газа и тормоза у них. Вроде как. Вот это скорость, шестая передача, ребят. Блин, она сейчас взорвется, по-моему. Какой-то кибер-чайник просто у нас. Воу-у-у! Да, лучше руль так не выкручивать. Действительно, я начинаю сразу же сносить. Блин, мы пятый, но хочется хотя бы куда-то повыше. Давай, вроде приблизились. Давай, кипятильник, обгоняй его. Сносит нам жопку. Против Red Bull, обошли. Прикольные тачки, честное слово. Блин, какой-нибудь, мне кажется, если трассу дать, где много маневров надо совершать, какой-нибудь, не знаю, где куча поворотов, каких-нибудь зигзагов, я там, наверное, вообще метра не проеду. Меня сразу же закрутят. И все на этом закончится. Ну, по крайней мере, мои ощущения такие. Борьба за третье место. Смотрите, как хорошо мы вышли. Это была финишная прямая, я на тормоз нажал. Вот идиот, вот идиот, вот идиот. Второй этап у нас проходит в Рио-де-Жанейро. Здесь мы гонялись совсем недавно. Если так вспомнить, только ехали, по-моему, в противоположную сторону. Здесь я еще охренительно разбился. По-моему, на Chevrolet напал вновь, если не ошибаюсь. А вот. Но трасса абсолютно другая конфигурация. И мне даже интересно, что из этого получится. Сейчас будет жесткое торможение, и, походу, будет авария. У нас толкают взад. У нас толкают опять взад. И снова взад. Дайте мне развернуться, пацаны. Уроды. Квари, паскуды. Ну ладно, ладно, может быть еще не поздно. Хотя на этом чайнике очень тяжело. Но здесь вроде скоростная трасса. Может быть, если у меня получится хорошо входить в повороты, может быть, действительно что-то из этого выйдет. Как он встает-то, а? Забавная тачка. Давайте пользуемся слепстримом на этих маленьких пылесосах. Уходим на лучшую траекторию. Шучу, не на лучшую. Просто начинаем смещаться для обгона. И уже обходим одного. Приближаемся к десятому. Едем прямо у него по пятам. Успеем нырнуть? Нет, не успеем. Придется по более широкому радиусу заходить. Начинает нести нам жопку. Но мы вроде ловим тачку. Не сильно ее несло. Сейчас будет опять жесткое торможение. Оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Торможение. Вот с тормозами у этих тачек все в порядке вообще. То есть к тормозам никаких предъяв нет. У этих машинок они лучше, чем у Формулы-1, по-моему. Ну, они, наверное, или весят там килограмм, не знаю, 20 эти машинки. Ну, на вид-то именно так, по крайней мере, кажется. Вроде хорошо вышли. Сейчас должны очень много обойти. Если не врежемся. Набираем скорость. Уже боремся за седьмую позицию. Но впереди. Смотрите, как они выстроились. Может, такие растянулись. Таким паровозиком. Длинным, правда, но все-таки паровозиком. Подпрыгнули на кочки. Из-за этого нас так вынесло влево нехил. Но это как раз нам на руку. Потому что мы уже шестые. Да, последний круг. Обидно, конечно, что вот так вот мы... В начале дистанция нелепо нас развернуло. Это обидно. Но... Еще рано сдаваться. Мы еще дадим бой. Очень плохо вышли. Из-за этого поворота. И я думаю, да. Четвертого мы уже не обгоним. У нас разгона нету. Или обгоним. Или обгоним. Давай. На этот раз я не буду нажимать на тормоз. Вот так. Ну, ребят, судите сами. Если бы нас не развернули, я уверен, на этой трассе мы бы точно были первыми. Но, с другой стороны, мы хотя бы на этих пылесосах немного поборолись. Так, третий этап у нас проходит ночью. И на картинке был дождь. И вот это мне не очень нравится. Если будет действительно дождь, мне стремновато немного. Но, наконец-таки, ночная трасса. У нас что-то давненько их не было, на самом деле. Надо, конечно, выучить трассу, потому что, ну, ночью ехать вообще, вы видите, вообще не освещается никак. Я не знаю эту трассу. По-моему, не знаю. Не помню, по крайней мере. Вот чтобы ночью что-то такое подобное было. И стремно ехать, когда... Не знаешь, куда едешь. Вот так срезаем. Эй, 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 не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Вроде в этот раз отделался я легким испугом. Никто меня не смог аннигилировать. Четыре круга будем ехать по этой ночной трассе. И это меня несколько пугает. Все-таки... Я не знаю, как вам, но мне вот нихера не видно. Только я сказал, что обошлось, и вот так оно не обошлось. Я, кстати, был в личном зачете вторым. И сейчас, если будет все очень плачевно... Давайте я попробуем поменять камеру, может быть. Может быть, так будет лучше. Да, так явно стало лучше. Очень опасно вот эти вот отбойнички стоят. Вау! Или не лучше, слушайте, а? Да, я, по-моему, во время первого этапа поговорил что-то о более такой... Трассе, где надо больше маневрировать. И вот мне ее дали. И, в принципе, сбывается то, о чем я говорил. То есть нас тупо все обходят. И еле-еле получается контролировать болид. Может быть, я разгадал эту тачку. Походу, здесь надо выворачивать колеса и давить на газ. И таким образом поворачивать. Вот сейчас попробуем. Тормозим, выворачиваем и на газ... Блин. Перестарался, перестарался. Ну давай, с 10-м ты поборись. Два круга есть, чтобы 10-го обойти. В принципе, вполне себе реально. Вот так, ребят, спасибо, что помогли мне развернуться. Айскраб, я боюсь, мне придется тебя обойти. Нет, не получается у меня его обойти. Вообще, какая-то дичь. Нет, эта трасса точнее для меня. Этими машинками на такой трассе я не умею управлять. Дайте мне прямую дорогу, чтобы я по прямой ехал. Мне кажется, проблема с этой машиной у меня возникает вот в маневренных поворотах только из-за того, что очень странно настроен руль. Вот честно. Впереди последний этап. Мы провалились в личном зачете. Не помню, на какую позицию, но мы уже не вторые. И теперь нам только побеждать нужно. В принципе, вот эта трасса, я, по-моему, на ней гонялся дважды. Не уверен, что в эту сторону, потому что, учитывая даже вот, видите, стартовые позиции отмечены, в какую сторону, в противоположную. Вот. И вроде как на этой трассе я неплохо себя показывал. А, все, вспомнил. Да, мы гонялись на этой трассе на... Не буду говорить на чем, на фургоне Кока-Кола мы гонялись, по-моему. И все было очень плачевно. Ну, нам теперь надо только побеждать, на самом деле. Четыре круга. Давай. Вообще на равных, смотрите, как просто на равных все едут. Нет, бро, ты что творишь, бро? Какой он безумный, а? Ну и мы тоже безумные. Ибо нам нужно побеждать. Но на самом деле это он начал эту череду, когда подзадел нас. Ну, раз уж так сложилось, почему бы и нет. Я ничего против этого не имею. Сложнейший, затяжной, левый. Не знаю, почему он сложный, но он действительно сложный. Я прям боюсь вот с Апекс пролететь. И вот в этот вот отбойник. Нет, ну кто знает, может быть и сможем. Нет, нет, не успеем, не успеем. Финишная прямая уже вот. По-моему, быстрее его, но да. Шестыми заканчиваем этот чемпионат. Ах, на шестой позиции. Было интересно. Я уверен, что со второго раза мы обязательно пройдем этот чемпионат вообще в легкую, причем в лед. По итогу чемпионата мы не попали в топ-3, поэтому, увы, очередной-очередной слив от меня. От меня в моем исполнении. Что в Формуле-1 я сливаю, что здесь я сливаю. Как-то так. Но все-таки, если вам понравились вот эти небольшие гоночки на этих пылесосах, утюгах, называйте как хотите, ставьте лайк. Не понравилось? Ставьте дизлайк. Что ж поделать-то? Оставьте свои комментарии. Обязательно их почитаю. Будет интересно почитать. Ну, а если вы здесь, ребят, в первый раз и вам нравится автоспорт, не только кузова какие-нибудь, спорткары, но и болиды Формулы-1, то обязательно подписывайтесь на канал, потому что здесь уходит много всего интересного. Я думаю, вам понравится. Спасибо за просмотр еще раз и до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok